Ни фига себе. Все, зима близко, ребята. Это нормально. ТГТ темная, полно ужасов. У тебя вов-то, кстати, что-то ты давно уже не играл? Или ты... Нет, я взял первый пока. Все, куча начал? Так, соответственно, начал и резакоман. Блин, нам придется смотреть снова на партии. На этого шамана? Ай, боже. Не, чтобы и с кантами поиграть. Причем не менять-то нельзя, он на что взял-то и все. Он решил сразу с шамана начать, типа, либо мы сейчас победим шаманом, либо не стоит и пытаться. Либо 0-3 улететь. Ну, закончить я предлагаю. Куча. Супер! Добрый Казань! Там как раз БМ от Павла идет параллельно. Тут спрашивают, почему нельзя было опускать фарлока ниже 17, потому что Мольтон дешевее до 6 маны, если ты ниже 17 опускаешь, ну либо дешевле. И 4 маны шедофлайн. Таким образом, он может поставить великана 8-8 и взорвать весь стол. Соответственно, для приста это значит проигрыш. У людей такие усмешанные эмоции. Некоторые прям его сильно ненавидят, другие усиленно любят, понимаешь? Прям там, а другие... Дааа! Как можно усиленно любить кого-то? Какому-то бы сказал, как можно сильнее любить, чем... чем тебя. Мне кажется, здесь может даже милость сыграть, потому что там долги-долги, сейчас бы демоны, он просто ставит тотем, 24 шутка. Будет 8 карт. Ох, щас мы поспринтуем, смотри. Здесь будет 6 и минус 1. Да, так можно... Спринт закремануете. Нет, Чаполино, ну не спринт, почти спринт. О, он с пушки быстро улетает. А может даже, может он даже поклонится. О, и настрой пойдет. Интересно. Хм, а че, он не хочет с пушки убивать? Он по-другому как-то хочет? Я думаю... Можно опасаться, что потом не будет такой сладкой возможности набрать карт. Может, очень опасается. Типа вдруг сейчас шаман своего круга-ак раскидает, но мы этого шамана видели, вероятно, что быстро раскидает руку. Вероятность невероятна, короче. Ну а там что у нас? Монетка. Ну, возможно, что он сейчас пойдет на трех малышей. Возможно, может просто 3-5. Хотя 3-5 улетит. А может быть, таун поставить? Нет, 3-5. 3-5 с пушки улетит. Ну, а здесь миллион карт. Эх, шестерка-то не пришла. Так это ладно, я сейчас милость сыграю на 4. Даже не на 4, а на 5. Милость на 5. За 3-мон и 5 карт взять не хотите ли? Мальчишки и девчонки. Еще секрет какой-нибудь. О! Что я такой? Искупление еще пришло. Боже, все, ничего не повесишь. Так. Неловкая ситуация для шамана. Ну, может он великана поставит. Монетку великана? Целую молнию дает. А почему он шокнел? А, чтобы под Avenge там что-нибудь убить. Да. Ну, кстати, да. Неплохо. Только нету Avenge. Ну, получил сейчас голема доставить. Ни голема, ни убить. Только если бума выставлять и надеяться на бомбы. Так, все, вторая мазбав прошел. Пошел бум. Что-то куча, половина секретов так пришла. Бесконечно. Ну, да, сейчас конь так все. Так себе конь, ребята, будет так. Так себе чудо какой-то он такой. Слабенький. Нет, он конь сразу все секреты скидывает. Ждет у нас перегрузка у шамана. Да, три маны, да, там у него? Пять плюс три. Да, три маны, соответственно, у тебя будет четыре плюс монет. Он решил оставить Никоти Крэша? Ну, частично так, а частично не хочет терять все, что есть, это у Е. Ну, да, был не. Сплоится. Потому что дек он наверняка видел. Он видел четыре, а у Ехи дикий думает, ну нахер. Ну, он же не будет литься, конечно. Подождет. Оп. Пушка, жонглер, баблер. Может даже так сделать. Жонглер, баблер. Жонглер, баблер. Друзья, жонглер, баблер. Я даже вначале поставил бы вот так, вот так, и если бы попал, может быть даже кинсти крах удал. Вместо Мичурокна Сиенту лицом не торговать. Ну, можно попробовать. Можно. Мизья, жонглер, баблер, хлеб, пострелять. Да, он пришел. Эх, придется мечом на сим. 19 плюс 2, 21. Ну, ладно, не так мало еще можно. Тем более, там через Эликстразу плейт, скорее всего. Кекс-то у него нет. Слушай, я начинаю все-таки подозревать, что в этом Мали-шамане нет ни Мали-госа. Я начинаю подозревать, вообще, кого можно обыграть и Мишимана. Я не знаю. Это НТД против Фейсханта, мне кажется. И то он не уверен. Подожди, он поиграл Патрону. Он проиграл Хендлоку. Он проиграл этому... Кто-то у меня еще был до этого, Резак. То есть он... И сейчас проигрывает Паладин. Я вообще не знаю, он вообще и пробовал ее. Я, конечно, не хочу. Резак круто играет, но... Резак, ты же на Роге нормально катаешь. Ну, ну, че ты... Взял бы Рожку, какой-то Звульф, там, кто у нас еще был. Без Шамана, че-то взял. Хороший хил. Может, только терпило, да, такой, типа, хил. Мил Шаман, думаешь? Чтобы Патрон декался? Наверное. Ну, сейчас бум. Стреляем, мелкий. Ждем. С одной стороны, как бы, неплохо поиграть на турнире какой-то новой экспериментальной декой, проявить отвагу. Но эта дека турнирная, экспериментальная все равно должна хоть как-то, хоть немножечко играть. Я тоже не понимаю, кого должен, как побеждать этот Шаман. Если он хотел такую новую деку принести на стрим, я бы позвал, ну, тоже скилловых ребят. Взял бы эту деку, играл бы против Патрона, и против Друида, и против Лука. Я вообще посмотрел, как бы... И не взял бы ее в итоге, да? Да, и в итоге бы, ладно. А так, просто на бум, в ладере, там, поймать Винстриг, 4 победки. Думаю, ничего себе, что я изобрел. Оно живое. И вот так усилить. Причем, ему же все равно шаманам-то этим надо выиграть. То есть, у него... Шаман ступорит, он. Так, там у нас еще молния, да, пошла? Здоровая такая молния. Гигантская молния-убийца. Выживает только доктор Гном. Ну, он сейчас идет в этот... Гигантское отмещение. Горастаун убивает. Конечно, может, зря я все это говорю, и сейчас получится так, что шаман обыграет паладина. Три, три, три. Он летят уже на семерочку в лицо. Ох, ты, довольно много. Ой, что это такое? Что за секрет такое? Леталити? Да. Один-ношу, за куча. Что это такое за секрет? Резак потом расскажешь. Угу. Ему сейчас просто надо сидеть на 2 шамана и попытаться кого-нибудь выиграть. Да, да, да. Причём у меня же нет смысла другими деками играть. Сейчас с шаманом никого не будет. Да, всё равно придётся выиграть. Поэтому решил начать с шамана и либо пан, либо пропал уже. Я понимаю, там есть какие-то более сбалансированные, даже ладерные дэшки, такие мидрейнджевые. Но вот это вот с таким с ауе, с хилом, такой терпила. И как бы без комбы. То есть, ладно, если бы был такой а-ля фризмак, молилок, что терпишь, терпишь, потом бам, и бурс такой пошёл в лицо. А тут даже просто нет. Здесь просто куча ауе, здесь 4 карты ауе, здесь краклы, молнии. Здесь даже, кстати, рокбайтеров нету в этой дэшке. Два шока и тяжесть. То есть, два синжина, бумы, а ещё два лавашока у него. Ну, не знаю. И алекс ещё. То есть, идея в том, что ты сделал алекс и напихал туда краклов. Ну, как-то это сомнительно. Мне кажется, идея в том, что, типа, контроль вара, это контроль шамана. Типа, ты выживаешь, отмахиваешься, отмахиваешься. Ауе, волки, волки ауе, а потом легендарка, легендарка, доктор бум, нептулон. Что-то, типа, контроль вара, вот на что похоже. Ну, контроль вара только ещё броне отжирается, там, вар больше, чем у него хп. И он, в принципе, может себе волю отложить. Говори. Нет, я всё сказал, а тут просто хил вместо этого, два хилата. Я хотел сказать, что контроль вара, в отличие от контроль шамана, работает. В общем, тоже не очень хорошо, но лучше, чем шаман. Ризакоман во время своей игры в чате успел отписать, что в Питере в натуре холодно. Это цитата. Классно. Супер Ризакоман. Он, наверное, так увлечён своим шаманом, что уже... Пойду чат почитаю. Под сериальчик можно катать, так изи. А, ладно, всё равно слил уже. Ладно, Ризак, не вешай нос. Ты всё равно молодец. Ну, бас, что принёс это? Кто принёс на турнир это? Сейчас нельзя ставить волков, потому что Таурисана не поставишь. А ведь поставить, да, волков? Не, не поставил, Таурисана хочет ставить. Пусть Моль говорит за меня. Пусть Моль говорит за меня. Пусть Моль говорит за меня. Не, смотри, как Тимон смотрит усердно. Он сидит на коленях у меня уже второй час. Смотрит на бой, на шамана. Ему интересно, шаман, что он выгорит кому-нибудь или нет уже. Да, нужно такой, знаешь, гол престиж забить. Да, гол престижа, шаман. Знаешь, на фоне вот этих вот несчастий Ризакомана, даже когда на второй план отошли шутки про Куршу. Кстати, да, взбили что-то. Со счетчика. Даже особо не пошутишь. Обрати внимание, в этом шамане, кстати, нет новой легендарки мисколер. Правда, существ очень мало, но все равно он какой-то крутой. Мисколер. Оп, велемчик. А сейчас у нас идет Таурисар. В руке все есть. А на следующий ход? Ты посмотри на эту руку. Я смотрю. Тут есть вообще все. Все здесь есть. Второго берсерка не хватает. Здесь все там. Здесь все. Кто там все забыл? USB там что-то. Да-да-да. Идюша Романов какой-то. Метелкин. Да, Дюша Метелкин. Ой-ой-ой, какой дорогой Таурисан-то для шамана оказался. Ну, пошел в таун здоровый. А есть кайзи? Кайзи-то нету. Плевать. Тут есть 50, ну там, правда, 2 уехина мужиков. Ладно, давай посмотрим. 50 оттенков патронов. Оп. Да он мужиками заберет, он мужиками заберет. Так, все, поехали, нельзя думать, все, уже анимация уже. Все, давай, 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 быстрее. Не, ну, кстати, у него не хватает одной маны до идеального пассианса. Видишь, 2, 6, 8, не ровно 8 не хватает на вот этого мужика. Так вот у него вот бесплатно, вот бесплатно, но с ним было бы лучше. Ну, можно без него вот так крутануться. 2, 4, 8. Вот и вот. Он мужиками завалит вот эту шнягу. Причем один мужик-то будет бешеный. Не, он решил еще хоть подождать, видимо, да? Да. А, стоп, а сколько там долгов у него? Одна от молнии, две от шторма и три отсюда. Шесть маны... Он не может дать ОЕ. Ему же было сейчас раскатать вот прямо сейчас под бабой миллион мужиков, скорее всего. Ну, он вот так раскатал, так безмалу. Он не может дать ОЕ в этот ход, а в следующий ход ему смертушка. Ужас. Потому что он весь в долгах. А, нет, у него же две маны стоят уехать. Может, может. Правда, он своего голема при этом жахнет. Может, да, и голема жахнет. Конкурс интересный, блин. Я бы вот крутился в этот ход. Я бы тоже пирс опускал уже. Ну, вот. А так он отдал все, что было. Ну, сейчас надо по пять, наверное, крутить их. Да, да, круто. И получается еще одного ОЕ и сдаваться. Воу. И опять... Ребята, шаман-то побеждает. Погоди, 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 не испугни. Шаман, смотри, смотрите, что ты делаешь. Прошлый ход был для меня абсолютной загадкой. Не, ну, теоретически сейчас шаман немножко наставит на стол. И два мужика 1-3 обеспечит летал на миллион буквально. Оп. А, он еще и хилит. Хорошие. Самаки пошли. А сам... Голема. Ты посмотри, тут два мужика 1-3. Будет... Весь стол в мужиках. Они все это сожрут. А потом берсер прокачан до... Каких-то безумных цифр. Тут сразу видно, что летал. Даже можно не считать. Да. Надо чтоб черепок появился. Появится. Там такой черепок появится. Или умереть от горя. И еще мальчик снова у нас едет домой. Эээ... Эээ... Упускать нам два луги. Давай, давай, крути педали. Всё, место освободил. Один патрон пошёл. Да всё равно хватает, даже несмотря на кривой ход. Там консит уже, потому что верёвки нет или нет, мне кажется. А я не видел верёвку. Боже, мужиком пошёл. Что делать? Ему просто везёт, что хватает, несмотря на все его ошибки совершённые. Всё. Тут, если вы правильно сходите в атаку, запас был бы гигантский. Всё-таки шаман пятый раз. Он не успел мужиком сходить, смотри. Вол! Вол! Ой, я щас бую камбэк-то! Сейчас всё за стены. Куча, куча, куча. Чё-то куча, да, он подвёл. Ребята, я долго думал, там анимации надо прям быстрее пускать. Он отдал обоих мужиков и одного берсерка. Правильно насчитал? Да. Ребят, ну он бы победил, но сами все видели. Ну проиграл. Ну проиграл, скорее всего. Кстати, шамант победил. Но победил не потому, что шамант такой молодец. Да, ну всё-то будет. О, всё, пошёл крафтить, всё. Шамант такой. Нормально. Все. Туда. Да, это было что-то невероятное, конечно, даже не верится. Подожди, 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 подожди. Там ещё Кайз здесь и Таскмастер. Подожди, подожди. Если честно, я был убеждён, что это турнир довольно высокого уровня. Даже сейчас. И что... Так всё... Вот. Он ставит бабу, Таскмастера, херачит пушкой в 3-5, Кайз летит, и Таскмастер в лицо, и всё. Нету таун-тотема. Это если бомба не попадёт в мужика. Там же две бомбы. Смотри, сейчас бомба стреляет в мужика. Мужик-то 2-1. Сейчас просто ты крутишь сверлдинг и делаешь Кайз. Зачем сейчас? Вот. Вот. Их просто... Это из 100д-ка мощного удара. Без 100д-ка мощного удара так не получалось. А почему Кайз была в 2-3? Ты же с пушки 3-5 бьёшь, а Кайз в 2-3 летит. А, да. Получается так. Чё, опять Шамон проиграл? Да. Что ж такое? Уже Варс сделал всё, чтобы проиграть. Куча, несмотря на всё. Несмотря на все свои усилия, Куча выиграл. Это патрон просто. Крутись, вертись. Кейчкин пропустил. О боже. Я был настолько уверен, что уже не компэкнется, даже не стал считать. Там 2 таун. Так, третий шаман. Третий раз шаманчик. Сегодня день безумия. Я сойду с ума и посидеть сегодня. Куплю велосипед и пойду путешествую по Китаю. Я сам это придумал. Мне никто не внушил эту мысль. Друиды были? Не, кстати, сегодня ни одного друида. Друиды были вчера, ребят. День друида был вчера. А сегодня день прицепших. Я так же был на рампе над мировым. А, ну да. День друид был, да. И, кстати, ещё может быть. Теоретически. Слушайте, спамеры совсем борзели. Обратите внимание, Иван, на сообщения в чате. Требуются спамеры на работу. Вы ничего не скачиваете. От вас просто спам и адекватность. От вас просто спам и адекватность. Давайте, ребята, всему поспамим в скайп туда. Адекватно так, чтобы было. Лично всех кораблей туда Десмон. Я у Зевса смотрел, он сегодня тоже был вот этот же чувак. Спамил там. От вас только спам и адекватность. Санчес опять меня поставил на талисман. Проплатил он ему, что ли? Конечно, конечно. Я скину ему. Башляю. Слушай, а кому платят больше? Вот Санчес тебе за то, что он на талисмане? Или Брису Уиллису от Трастбанка? Как ты думаешь? Мне кажется, Брис Уиллис. Брис Уиллис больше не снимается, он просто от Траста живет. Я думаю, для Брис Уиллиса Трастбанк примерок от ГТС Санчес. Ну что же ты? Что же ты так? Я, между прочим, на турнир позвал комментировать. А он ему сказал, видишь? Ну, он сказал... Этот... Пока Легенду не возьмет... Говорит, надо Легенду взять сначала. Ты как думаешь, в этом сезоне возьмет? Нет. Ему надо было брать, пока Фейс Хантом был на коне. Пока Фейс Хантом хорошо было, комфортно брать Легенду, он должен был взять. Ему был очень близок. А сейчас Хантом играть не очень хорошо. Ну, был же шанс там. Был шанс, да. И на ранг 5 звезд. Он был очень близок, но не взял. Пал сейчас в этом гораздо сложнее, что пытается всякими там фризмагами, патронварами. И тут очень смешно смотреть. Гораз смешнее, чем... Нет, тут есть брать пала секретного и топить им под сериальчик, под музычку и все. Пытаться что-то сделать. Должен сказать, что секретный пал, он все-таки немного сложнее Фейс Ханта. Чуть-чуть, но чуть-чуть сложнее, да. Ну, не фризмагов же и потронулся. Нет, вообще нет. Любая дека, где есть опции, не подходит. Тут надо все, ну, секрет Пал, он и быстрее там, и больше победок. Как ты думаешь, какая судьба ждет Шамана с этим Хантом? Хоть раз сегодня победит? У меня последняя возможность победить на этом турнире хоть раз. Он, по-моему, просто топинает выстрелами. Может, Резакомэн Наспар играет с этим Шаманом? Прикинь 0.6. А прикинь, Резакоман такой, он же в команде там какой-то состоит, говорит, Ребята, вот я две деки выбрал на турнир, хорошие, третью не могу, помогите определиться. И там Сальери такой, знаешь, вот Шаман есть, отличный билл, всех побеждает. Попробуй. Он, по-моему, из Веги, кстати, вместе с Лаки, если не ошибаюсь. Вот. Завистник какой-нибудь просто. Ага. Меня не взяли на турнир, хоть ты слей Шамана. А он такой, добрый же. Я такой, ладно, спасибо большое. Не распознал засады. Да. Так, ну чё там, нас Шторм ждёт с монетки? Нет, там Крак. Нас ждёт Пастул с Газрилой. На троечку, на троечку, смотри. Ты чё? Там Шаман скилованы. Пастул с Газрилой. Ой. Это, который всем по дамагу наносить, если чё. Интересный звер. Он, кстати, не такой плохой. Он за три монеты четыре два зверя. А, нет, это другой зверя, который их убивает. Ха-ха-ха. Ой, боже. Кисло. О, прикольно. Подожди. Если он сейчас шокнет в 3-3, он умрёт. Умрёт. Он своих всех всех уже убивает. Минус секретчик. Минус вообще все. Хороший зверь. Хороший. И конкурсы интересные. Ха-ха. Звери хорошие. Ну чё, сейчас боевой паук придёт мстить. А там, как мы помним, два хила на 14. Где они тут? Где-то тут были. А, ещё Аликстраза есть. Ой! Что это такое выскочило здесь, боевое? Сейчас. Ближердер, чтобы победить. Сейчас пират найдём, смотри. Победил уже этот Шаман. Уже этих 4-2 Газрил пускает. И попугает. Ну давай. Подключишь ручную. Ха-ха-ха. Ну просто кинуть. Внимание! Перехожу на ручное управление. Ха-ха-ха. Киллкоманд, Шрэддер. Всё в лицо. А я б саму дал... А, нет, там этот 7-8 есть, да. Нет-нет-нет, там уже знаешь, что там. Киллкоманд, да. Не, ну у нас есть метка против 7-8. Наверное, всё равно сама. Там он любитель USB в чате проскилить. Сейчас надо марку. Ну попугай не жалко, ладно. Сейчас ставь на киллкоманд, на этот самый налетал. Нет, разумный бы киллкоманд тоже бы здесь не отдавал. Что-то шаманчик может и не успеть сейчас, потому что порит очень активно. Есть антистенка, есть киллкоманд. Особенно если сейчас второй киллкоманд с руки, то точно летал. Ну почти точно, ладно. Ничего не в собаки пошли. Много стенок из ничего. Ну чё, собаки, сова и выстрел, да? А всё равно собаки. Собаки и собачники. Да, в любом случае. Вот собачник сюда, атака сюда. Ну нужно начать с роботом, чтобы убедиться, что 0-7 не выскочит, а потом уже действовать. Есть там джанк. И останется получается один вот этот вот, один дух волк. А здесь будет целый стол. А тут его есть что? Правильно? Нет. Сейчас опять сидит. Я спустил собаку. Нет, там команд, смотри, кидает. Он дает. Ну посмотрим. Давай посмотрим ТДКУЕ. Смотри, ТДКУЕ. О! ТДКУЕ. Не, ну всё равно тут вот такие вот господа. Да, эти останутся ребятки, кстати. А у него нечего ставить, он такой тотем. Ой, нанэ, нанэ. Так, ну соответственно, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Тут ещё не летал. Но у него, правда, на Алик сразу не будет денег на следующий ход, потому что влезет в долги очень сильные. Ага, не решается. Он хочет Алик сразу с монетой на следующий ход играть. Или без монет, без монет. Семь, девять, эээ, one damage of little, потому что собака одна. А, стоп, я чё-то нобрал, я нобрал. Ты чё-то не то считаешь вообще. Да, я прогнал. Так, кто из них выиграет, как думаешь? Я не увидел. Ну что, Хилл придёт к шаманчику, нет? Ему пришла стенка. Он сейчас может теоретически поставить Алекстразу, но тут 4, 6, 9, 11, то есть Алекстраза, она так, будет отсрочка смертушки на один ход Он его выпускает Он может рискнуть и поставить сейчас 2 големы Два лемы земли Вот что может сейчас произойти Типа, если я сейчас с големами сижу с этого хода, то я потом похилюсь А если я сейчас похилюсь, то толку никакого нет, потому что на следующий ход все равно он же сидит за двумя големами Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, к ним и обойдемся без этих глупостей? Нет Так, у нас есть 3 собаки Ну соответственно, 3 собаки, робот и малыш сюда Сова сюда 4, плюс 2, остается 1 демедж Может быть даже стоит что-нибудь убить, чтобы в ответ не отъехать Ооо, просто легчайше Спасибо Спасибо, боже мой 3-0 в пользу кучи Бедный, бедный Резакаман как шаманы я чувствую его боль а помнишь когда только были предварительно обзоры карт большого турнира шаману такое там дают вы видели у него тотемы 3-4 а легендарку новую шамановскую видели шаман всех будет разрывать пусть его нервят вот прямо сейчас еще до того как вышел где это все где оно я когда еще смотрел фродона вместе с бенброди там шаманы все такие ой спорта показывают эти карты он где там дисбаланс там там анпелланс что делать шаман пауэр шаман стон там хирусов шаманс на самом деле когда вот показывают новые карты казуалы ну например там вот это представительный стрим blizzard когда первый раз показано карт на видео или просто там скриншоты карт всегда всегда не очень опытные игроки любую карту принимать восторгом и думаю что она перерет мету будет играть отлично это неопытные игроки но даже опытные игроки и опытные стримеры и хорошие игроки прочь или шаману большое будущее хотя от они то вот должны как бы правильно указывать путь но нет я вообще не знаю человека который бы сказал я шамака был говном так останется ни одного такого не знаю короче что-то невероятное когда на следующем аддоне точно что-нибудь придумал что-нибудь что-нибудь